Первый Ярославский подводит итоги 2019-го. Сегодня будем говорить об экономике, инвестициях и международном сотрудничестве. Обозначим ключевые события. Меня зовут Александра Панкратова. Здравствуйте. И мы начинаем. Итак, 100 миллиардов рублей придут в наш регион. Такой солидный инвестпортфель Ярославский область привезла из Санкт-Петербурга. Наша делегация вновь приняла участие в Международном экономическом форуме. На полях было подписано 27 стратегически важных соглашений. О ключевых расскажем далее. Стенд области – это площадка для общения с партнерами, а также демонстрации потенциала. В этом году он транслируется с помощью трехмерной графики. Это главный акцент. Гости стенда – новые региональные инвесторы. Среди стратегически важных соглашений между правительством Ярославской области, компанией «Мироснефть» и «Газпромомнефть» о строительстве комплекса глубокой переработки нефти на предприятии «Славнефть Янос». Здесь рекордная сумма инвестиций – почти 67 миллиардов рублей. Солидные инвестиции придут их в Тутаев. На форме подписаны трехсторонние соглашения между правительством Ярославской области, компанией «КамАЗ» и китайской корпорацией «Вичай». Оно подразумевает расширение производства на Тутаевском моторном заводе. Сумма инвестиций – 760 миллионов рублей. Мы выбрали регион по нескольким причинам. В первую очередь потому, что местное правительство предоставляет нам льготные условия сопровождения бизнеса. Кроме того, территория славится своим производственным потенциалом, и здесь есть высококвалифицированный специалист Эншин. О повышении промышленного потенциала Ярославской области говорили уже на сцене «Ростеха». Новый вектор сотрудничества – привлечение в регион иностранных инвесторов для создания высокотехнологичных производств. Более того, концерн «Вега» корпорации «Ростех» уже планирует запуск подобного. В области будет создан новый медико-фармацевтический кластер. Соглашение о реализации одного из первых проектов по производству гемостатиков подписано в присутствии заместителя министра здравоохранения Республики Чехия. Кластер будет локализован в Ростове. В реализацию проекта инвестируют свыше миллиарда рублей. В Ярославской области созданы очень комфортные условия для ведения бизнеса. Это нам сегодня позволило привести в будущую нашу зону, такой медицинский пластер, который мы создаем, привести и зарубежных наших партнеров, что сегодня очень важно. Спектр договоренности грамотно встраивается в новую экологическую политику региона. Благодаря трехстороннему соглашению в Ярославской области будет выстроена современная инфраструктура для сбора батареек и их последующей утилизации. В реализацию проекта вложат 200 миллионов рублей. Предоставят бесплатное пользование контейнеров в три основные направления, которые будут собирать батарейки. Первое – это розничные магазины. Второе – это школы и офисы. Третье – ЖКХ. И таким образом мы начнем на постоянной основе собирать батарейки для дальнейшей утилизации. О том, что Ярославская область по-прежнему остается одной из самых привлекательных территорий для инвесторов, также говорили на полях форума. 76-й регион в 20-ке лидеров национального рейтинга состояния инвестклимата в субъектах России. Результат не случайен. В Ярославской области созданы все условия для успешного ведения бизнеса. Вы знаете, что это и центр «Мой бизнес», где предприниматели могут получить всю необходимую помощь, и необходимую поддержку. Сюда были привлечены инструменты корпорации малого, среднего предпринимательства. Это и банк МСП. И, конечно же, это три территории, опережающие социально-экономическое развитие, где предприниматели могли бы реализовать свои цели и задачи, которые дают и налоговые льготы, и, конечно же, различные преференции. Реализация ряда соглашений стартовала буквально через пару месяцев. Так, в июле в Ростове началось возведение многомиллиардного производства. В день старта строительства объект посвятили делегации с 11 стран мира. Это предприниматели из Европы и Ближнего Востока. Бизнесмены заложили временную капсуну с посланием в будущее, а затем отправились на деловые переговоры с корпорацией развития Ярославской области. Стороны обсудили вопросы сотрудничества и инвестирования. Предприятие в Ростове позволит создать 250 новых рабочих мест. Появление складского логистического комплекса увеличит бюджеты и города, и области. Его возведение планируют закончить в конце 2021 года. Для Ростовской области это будет большим... Мы уже от 10 миллиардов на этот инвестиционный проект уже внесли около 3 миллиардов, и, естественно, это будут для бюджета, это новые налоги, новые рабочие места. А уже в октябре в Ярославле был запущен новый комплекс по переработке батареек, самый крупный в стране. Ранее этим направлением занимался только Челябинск, теперь всей России быть помогает и наш город. В прозрачных контейнерах металлолом разных цветов. Таков правильный результат утилизации батареек. Новый комплекс по их переработке запускают на полную мощность. Здесь стоит скоростная дробилка, которая измельчает батарейки. Транспортер, который передает уже дробленые батарейки на вибросито. Из вибросито мы получаем две фракции. Сначала механическая, затем химическая обработка. 2000 тонн батареек в год. Такова производственная мощность нового комплекса. Хотим на базе одного региона простроить полную инфраструктуру для сбора батареек. Теперь Ярославль – второй город на карте России, где батарейки будут перерабатывать и отправлять на вторичное производство. Наш комплекс самый крупный в стране. Использованные элементы питания, они представляют очень большую опасность. И находясь на полигонах, это не разлагается. И такие серьезные последствия. На сегодняшний момент мы увидели, что это современное производство с современным оборудованием. И это не только инвестиции, новые рабочие места и, конечно же, решение вопросов экологии региона. И в соседних регионах. Я думаю, что и опыт у нас будет также транслироваться. Батарейки утилизируют без вреда для окружающей среды с получением вторичной продукции. Резиновая смесь, полимерные пленки и лом цветных металлов. Павел Волков, Александр Панкратов и Денис Сахаров. День в событиях. Тем временем Ярославский фармацевтический кластер в 2019 году пополнился новым резидентом. В индустриальном парке Новоселке открыли новый завод. Он будет производить жизненно важный препарат. Мощности завода таковы, что позволяет охватить весь российский рынок, а также экспортировать лекарства в Европу. Наша съемочная группа побывала на церемонии открытия. Сердце нового производства. Здесь, как в барабанах, циркулируют жизненно важные капсулы. За сутки намерены производить не менее двух миллионов. Формироваться желатиновая оболочка. И происходит одновременно с формированием в желатиновой оболочке наполнение капсулы содержимым. Дальше следующая стадия технологического процесса – это сушка капсулы. До достижения необходимой твердости. Потому что сейчас капсулы мягкие на данном этапе. Весь технологический процесс оптимизирован. Место для сушки в паре шагов. Несколько суток капсулы хранятся здесь, в этих тоннелях. Сушиная капсула дальше поступает на стадию визуальной инспекции. Где происходит стопроцентный пересмотр полученных капсул на наличие дефектов. Баракованная капсула, которая в процессе сушки подверглась к деформации, откидывается. Это оборудование для обделения твердости капсул. Потому что для упаковки и первосокапсулы с твердостью не менее 9 ньютонов. И дальше на упаковку. И дальше перейдутся на упаковку. 120 пластин за минуту. И вот теперь препарат готов оказаться на полках аптек. Оно действительно востребовано и уже незаменимо в сфере гинекологии и акушерства. Препарат нереально актуален и нереально важен. Его никогда не будет много. Сегодня наше здравоохранение отмечает нереальный взлет по нашим результатам. Снижена очень сильно материнская смертность, владельческая смертность. Главный гинеколог России Лейла Адамян тоже приехала на открытие завода. Здесь все те, кто давно родил за его строительство. Предприятие дополняет мировую цепочку фармацевтических заводов. Антуан Бизен руководитель всей сети уже в пятом поколении. На открытие приехал со своими сыновьями. Они намерены продолжать семейное дело. Все торжество идет чуть дольше привычного. Ведь церемония строго на двух языках. Русском и французском. Эта компания уже имеет огромное значение на мировом рынке. Мы рады, что начинаем российское производство именно здесь. Сейчас мы продолжаем клинические исследования. Ищем формулы препаратов, которые подойдут для русского фармацевтического рынка. Мы уверены, сочетание качества нашей продукции и качества сотрудников нового завода принесет большой успех. В строительство завода инвестировано 700 миллионов рублей. Все его возведения на территории индустриального парка Новоселки завершилось в декабре 2018-го. И теперь предприятие уже неотъемлемая часть Ярославского фармацевтического кластера. А в него уже вложено свыше 27 миллиардов рублей. Александра Панкратова, Сергей Ватин. Деем в событиях. Новое уникальное производство по мировым стандартам теперь действует и в Рыбинске. На базе двигателей строительного завода открылся крупнейший в России центр по изготовлению лопаток турбин для авиационных, морских и промышленных двигателей. Объем инвестиций превысил 3 миллиарда рублей. Создано 300 дополнительных рабочих мест. Лопатка турбин – один из самых сложных элементов двигателя. Этот процесс освоили только 6 стран мира. По прогнозу Рыбинского завода, уже к 2024 году новое производство принесет 5 миллиардов рублей прибыли. Мы приобрели очередную компетенцию. Мы приобрели абсолютно конкурентное производство. И мы способны работать по правилам юридических технологий. Как известно, именно промышленность является ключевым сектором региональной экономики. О том, что стало успехом в 2019-м, поговорим с руководителем Департамента инвестиций и промышленности Ярославской области Дмитрием Клушковым. Дмитрий Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Так как известно, в последние годы мы показываем очень хорошие показатели по индексу промышленного роста и лидеров СФО, и лидеров России. Сейчас сохраняем свои позиции? Мы в 2017-2018 году сделали довольно существенный рывок на 14% и на 9%, соответственно. И мы надеемся, что по итогам 2019 года мы продолжим расти. Может быть, конечно, не такими темпами, но в районе 2-3% мы ожидаем. Ключевые отрасли в промышленности сейчас для Ярославской области? У нас остается также точная информация «Эфтика», машиностроение и судостроение. Ярославская область является привлекательным для инвесторов по-прежнему? Конечно. И мы продолжаем постоянно увеличивать данную привлекательность. Как вы помните, по итогам 2018 года на Питерском международном экономическом форуме подтвердили, что мы закрепились в 20 регионах с наилучшим климатом инвестиционным. И мы продолжаем развивать территорию приезжающего развития, в которой было создано 3. Туда садятся довольно крупные инвесторы, такие как КАМАЗ совместно с Китайским концертом «Вичай». И даже соседи из Вологодской области, компания «Айсбери», тоже решили разместить производство у нас на территории. Объем инвестиций в этом году сколько составил? Мы ожидаем, что объем инвестиций покажет существенный рост. Так, по итогам 9 месяцев мы видим плюс 10% к аналогичному периоду предыдущего года. Малое и среднепредпринимательство тоже сейчас ключевое направление. Об этом говорит и национальный проект Ярославской области. Акцент делаем на этом? Конечно. Мы также, как и другие регионы, участвуем в реализации данного национального проекта. У нас в конце года проведено довольно много мероприятий, которые нацелены на то, чтобы показать предпринимателям, как можно развиваться, какие ниши есть, как можно сделать свой бизнес прибыльным. И социальное предпринимательство является трендом этого года. Еще одна задача – это повышение производительности труда. Как ее исполняем сейчас? Мы стали одним из 20 регионов, которые в пилотном режиме вошли в реализацию данного национального проекта. Соответственно, уже 19 предприятий подписали с нами соглашение и реализуют различные программы по повышению производительности труда совместно со специалистами Федерального центра компетенции или нашего регионального. Ну и, Саш, для вас, как для руководителя профильного департамента, главный итог всего 2019 года? То, что мы избавляем темпа, продолжаем расти. Нам приходят инвесторы, у нас продолжают развиваться существующие предприятия. Ну и видим, что все-таки инвестиционный вилой климат довольно хороший по сравнению с большинством регионов. Из 2019 года Ярославская область активно осваивает международные рынки. Особый акцент мы делаем на страны Азии. В ноябре наша делегация с бизнес-миссией посетила Японию. Итоги визита в нашем обзоре. Одним из ключевых событий первого дня работы ярославской делегации в Токио стала встреча деловых кругов в рамках бизнес-миссии. Говорили об экспорте продукции нашего региона в страну восходящего солнца, а также внедрении японских технологий в ярославское производство. Более того, губернатор Дмитрий Миронов провел переговоры с послом России в Японии. Взаимодействие с нашими японскими партнерами очень важно для нас. И при лечении инвестиций, и развитии. Плюс кадровый потенциал наш региона позволяет обеспечить предприятие высококвалифицированными кадрами. Хотели бы попросить, посольство Российской Федерации в Японии оказывает нам тоже такую помощь и поддержку в развитии вот этих вот связей. Конечно же, Дмитрий Юрьевич, мы будем уверены и дальше работать в координации, в взаимодействии. И особенно важно сегодня демонстрировать во всех аспектах богатейший потенциал российских регионов, с учетом того, что следующий год по решению президента России и премьер-министра Японии будет годом межрегиональных и побратимских связей. В рамках делового визита Дмитрий Миронов посетил штаб-квартиру японского машиностроительного концерна. Глава региона встретился с председателем правления компании. Обсудили перспективы работы японского предприятия в Ярославле. Оно является крупным налогоплательщиком. В 2018-м в областную казну поступило полтора миллиона долларов. В планах совершенствовать ярославскую площадку, развивать производство гидравлических экскаваторов и самосвалов. Более того, делегации Ярославской области удалось посетить один из заводов японского машиностроительного концерна. Осмотрели производственные цеха, познакомились с технологиями и на деле опробовали технику последних моделей. Второй день работы выдался не менее продуктивным. Делегация во главе с губернатором провела встречу с председателем Федерации экономических организаций Кейден Рен. Глава региона рассказал об инвестпотенциале области и предложил японским компаниям-членам федерации наладить сотрудничество. Кроме того, Дмитрий Миронов пообщался с министром экономики, торговли и промышленности Японии. Коллеги подчеркнули, сейчас налажена совместная работа по трем направлениям – машиностроение, фармация и инновационная медицина. Также делегация нашего региона провела встречу с руководителями Японской ассоциации по торговле с Россией – РАТОБА. Итогом обсуждений стало подписание меморандума о сотрудничестве. Стороны намерены развивать научно-технические и экономические связи, расширять деловую активность японских компаний в регионе. У Ярославской области, как вы и говорили, сложились прочные отношения с рядом компаний вашей страны. На территории региона успешно работают машиностроительные заводы «Камасу» и заводы «Токеды», которые выпускают лекарственные препараты. С японской стороной активно сотрудничает руководство фармкомпаний «Эрфарм», производство продукции, которая также положена у нас на территории региона. Мы заинтересованы в укреплении и развитии сотрудничества, в том числе и в других отраслях – это область медицины, туризма, образования. Наша организация в дальнейшем будет прилагать все усилия для того, чтобы расширить и углубить бизнес-отношения Японии и Ярославской области. Если у вас есть запросы или вопросы, пожалуйста, обратитесь в адрес нашей организации. Надеюсь, что визит вашей делегации будет плодотворным. На совершенно новый уровень выходит сотрудничество Ярославской области со Вьетнамом. В декабре делегация провинции Банкинь посетила наш город. Состоялись переговоры с бизнес-кругами, а также с членами регионального правительства. Говорили о сферах взаимодействия. Наш регион готов поставлять строительные 3D-принтеры, лазеры для коррекции зрения, квадроциклы, суда, а также уникальные разработки в сфере высоких технологий. В этом встрече представители вьетнамской делегации заинтересовались созданием дилерских центров в своей стране. Самое главное, что мы смогли обменяться опытом по созданию промышленных зон, для того, чтобы обе провинции в будущем успешно развивались. В особенности нас заинтересовало направление машиностроения, а именно создание умного города, а также обработка сельскохозяйственной продукции. Это то, что мы хотим развивать у нас. Продукция ярославских промышленников крайне востребована и крымским регионам. О новых направлениях сотрудничества этим летом говорили прямо на полуострове. Каким результатом пришли, расскажем далее. Энергетическая тема стала ключевой в повестке круглого стола делегации Ярославской области с министром промышленной политики Республики Крым Андреем Васютой. Во время блэкаута 2015 года именно наш регион помог полуострову наладить энергетический комплекс. Сейчас мы по-прежнему готовы поставлять дизельные электростанции для бесперебойного энергоснабжения. Кроме того, наши газовые турбины вырабатывают электричество на Сакской ТЭЦ. У нас в прошлом году введены в строй две новые газовые электростанции мощностью суммарной 900 мегаватт. Поэтому мы на сегодняшний день смело с этой точки зрения осмотрим будущее. Крым сейчас отреконструировал еще Сакскую ТЭЦ, это дополнительно еще 100 мегаватт. Поэтому с точки зрения электроэнергетики мы сейчас практически закрываем полностью все свои потребности. Полуостров и 76-й регион неизменно связывает промышленность судостроения. Наши катера Грачонок охраняют Керченский пролив, а Рыбинские кометы катают туристов по Черному морю у берегов Крыма. О перспективных направлениях сотрудничества говорит глава Крыма Сергей Аксенов. Мы получаем сегодня сельхозтехнику из Ярославской области. Работаем сегодня над заключением контракта по поставке генераторов. Наши аграрии дали предложение по реализации ряда инвестпроектов на территории Республики Крым. Буколо 60 инвестплощадок направлены в Ярославскую область для обсуждения на уровне ваших предпринимателей, на уровне правительства Ярославской области. Мы видим, что динамика наших отношений растет. Одно из таких направлений – обеспечение безопасности аэропорта Симферополя. Ярославская компания уже готова предложить систему охраны для крупного транспортного узла полуострова. Дмитрий Жданюк, День в событиях. За развитием международной связи отвечает новая структура внутренней инвестблока – департамент регионального развития и внешнеэкономической деятельности Ярославской области. Об итогах поговорим с руководителем департамента Галиной Пинягиной. Галина Александровна, здравствуйте. Добрый день. Итак, меньше года работает новый департамент. Вот главные итоги, главные результаты. Какие вы могли бы назвать сейчас? Вы знаете, ключевая задача, которую решает на первом этапе своей работы департамент, она является закономерным развитием той политики по развитию промышленности, которую мы реализуем последние три года в регионе. Это формирование условий для развития новых возможностей, поиск новых ресурсов и создание возможностей для экономического развития предприятия. Поэтому, несомненно, хотелось бы по итогам этого года отметить подписание соглашения с Ростехом по сотрудничеству с представителями Ростеха за рубежом, подписание соглашения с Рособоронэкспортом. Эти переговоры, которые мы сейчас ведем с госкорпорацией Росатом по возможности использования того ресурса, который располагает Росатом во внешнеэкономической деятельности. А это 11 офисов, практически закрывающие все континенты нашей планеты Земля. И это возможности для наших предприятий продвигать свою продукцию, выходить на ключевые контракты и участвовать там как подрядчики. Реализовывать возможности по привлечению технологических партнеров и развития технологий, которые есть у нас на предприятиях здесь в Ярославской области. Сейчас для наших предприятий ключевые направления возможного экспорта, ключевые рынки международные какие? Вы знаете, огромный акцент, который сейчас делается, и этот акцент приходит к нам с федерального уровня. Владимир Владимирович Путин говорит нам о следующем. О том, что страны Азии и Африки – это те ключевые направления, в которых у нас есть большие возможности по развитию внешнеэкономической деятельности. И, как мы знаем, в октябре месяце состоялся саммит «Россия-Африка», где собралось 55 руководителей африканских государств. Обсуждались возможности развития сотрудничества, крупные контракты и, соответственно, реализации новых инвестиционных проектов на африканском континенте. И, несомненно, для нас сейчас рынки Африки наиболее интересные. Есть огромные возможности, которые предоставляются, и меры поддержки, которые предоставляются нашим предприятиям. И, в частности, российская промышленная зона в Египте, которая открыто и работает, и дает возможность реализовать проекты с локализацией в Египте и возможности беспошлиной и с огромными налоговыми льготами поставки товаров на все африканские страны. И это действительно очень хороший инструмент и правильная во времени возможность для развития бизнеса. Потому что бизнес не должен развиваться, опираясь только на рынки внутри России. И это наша конкурентная способность. Вы заговорили о развитии сотрудничества с крутыми госкорпорациями, а с федеральными структурами налажено? Да. Еще одно направление, которое сейчас нам позволяет реализовывать, расширять возможности для предприятий Ярославской области, находясь в Москве, постоянно находиться в флонтом контакте, расширять сотрудничество с Министерством промышленности и торговли и, в частности, с департаментом стран Азии, Африки и Латинской Америки. Огромный ресурс, который предоставляют нам коллеги в Министерстве промышленности и торговли по взаимодействию и с торгпредами, которые представляют интересы Российской Федерации в различных странах. И те знания, которые накоплены нашими коллегами, те возможности, которые сейчас есть по продвижению. И в этой части хотелось бы отметить, несомненно, те новые форматы, которые мы начали реализовывать сейчас. Это и неделя торгпредов, которая прошла в июле месяце, когда шесть торгпредов различных стран приезжали к нам в Ярославскую область, смогли встретиться с нашим бизнес-сообществом, смогли презентовать свою продукцию, услышать обратную связь и получить подтверждение того, что эта продукция может быть востребована в различных странах. И несомненно, то, что буквально две недели назад состоялись переговоры в Алжире у одного из предприятий Ярославской области, которые были полностью подготовлены структурой торгпредства в Алжире, говорят о том, что эта система работает и это действительно дает результаты. Переговоры с ключевыми корпорациями внутри Алжира по возможности реализации тех технологий, которые реализует наша ярославская компания. Это несомненно возможности, которые у нас сейчас представляет цифровая технология по ВКС-связи, видеоконференц-связь, когда торгпреды нескольких стран собираются в едином пространстве и предприятия Ярославской области презентуют свои компетенции. И в частности, мы такой формат использовали для предприятий судостроительной отрасли. Безусловно, это не означает то, что на следующий день появился контракт. Это долгая, кропотливая работа по формированию коммерческого предложения, по формированию условий финансирования. И это, несомненно, путь, к которому мы идем вместе и в этой части взаимодействие с Министерством промышленности и торговли играет ключевую роль. Наверняка есть планы на 2020, и вот главная задача развивать уже имеющийся контакт или налаживать новые направления. Вы знаете, я не могу разделить одно и другое. Несомненно, каждый день мы решаем задачу и по расширению тех возможностей, которые уже сейчас есть, тех возможностей, которые мы уже сформировали. И открытие новых контактов, открытие новых инструментов, которые есть для нас. И то, что сейчас Министерство промышленности и торговли не стоит на одном месте, формируя новый пакет мер поддержки для развития внешнеэкономической деятельности, для развития экспертно ориентированных предприятий, говорит еще раз нам о том, что было очень правильное и актуальное решение. Губернатор Ярославской области по созданию нового органа исполнительной власти, который работает именно в области внешнеэкономической деятельности, расширения сотрудничества с внешними рынками для наших предприятий Ярославской области. Рекордный портфель инвестиций, новые выходы на международные рынки – таковы экономические итоги Ярославской области в 2019 году. Каких успехов еще удалось добиться, мы также обязательно расскажем уже в следующих выпусках, так что не обращаемся и до встречи в эфире.